Один из немногих эффектов, который значим, но, правда, он соответствует, к сожалению, не взаимодействию, он одномерный. Итак, что получается? Если мы сравним два профиля, x3, y3, z4 и x3, y3, z5, это базовый, то есть, по сути, вот эти два мы профиля сравниваем. Разница, как мы видим, в 22 раза. Так вот, вот эту разницу во многом предопределяет, собственно говоря, эффект z4. Но, поскольку здесь речь не идет о взаимодействии нескольких категорий, здесь сама по себе эта категория, то получается, мы как бы констатируем, что да, частота сильно отклоняется от базовой, но это происходит в силу того, что мы так выборку расхватировали. Прежде всего, конечно, не только из-за этого, но, в частности, из-за этого. 21 раз она добавляет. У нас всего 22 раза разница. И 21 раз из этих 22 принадлежит z4. Все остальные эффекты, они очень малы. Итак, SPSS работает с контрольной группой. Контрольную группу он не позволяет выбирать. Мы ее выбираем тогда, когда кодируем наши признаки. Вот мы закодировали, что у нас отец является пятым по z, последним. Там категория холост, не замужем, является третий по x. Вот, собственно говоря, от них мы и будем отталкиваться. Получается, что выбор контрольной группы здесь крайне важен. Можно сравнить ситуацию в логистической регрессии. Там тоже очень важен выбор контрольной группы, потому что от нее формируется константа, и от константы идут расчеты всех остальных значений, вероятности. Здесь у нас, соответственно, разы, а не вероятности. Что из этого следует? Из этого следует, что, приступая к логлинейному анализу, неплохо бы подготовить данные, а именно кодировки. Таким образом, чтобы последними значениями кодировались те профили, которые имеют примерно равную средней геометрической частоте. То есть мы знаем, что у нас частота средней геометрической 2 и 34. Вот профиль сейчас...